Всем привет, друзья! Сегодня я решила с вами именно так поздороваться. Вместе со своей кошкой. Привет, привет! Меня зовут Саша и я приветствую вас на канале ArtFisher. Сегодня у нас с вами новое задание. Очень интересное. Погнали! И сейчас мы с вами начнем. Я так хочу показать вам маленькую фишечку. У нас есть из окна. Та-дам! Прикольно, да? Ну ладно, давайте не отступать. Итак, что мы с вами приготовим для того, чтобы рисовать? Нам с вами, как обычно, нужна акварельная бумага. Она вот такая вот шершавенькая. Те, кто первый раз, тем говорю. Нам с вами нужен карандаш. У меня вот такой механический карандаш. Он удобнее, потому что его не надо подтачивать. Он всегда остренький. Нам нужен ластик, конечно же. Акварельные краски я сразу приготовила. И пластиковая палитра и вода. Но к этому позже. Давайте начнем. Собственно, вот наш референс. Референс это то, с чего мы рисуем. Смотрим. И погнали. Мы начинаем с вами, как обычно, с композиции. Смотрим, как мы будем компоновать нашу собаку. Вы видите, что верхнее ушко, у нее это самая высокая точка. Получается это... Какое ушко? Левое. Да. Для нее это левое ухо. Здесь мы отступаем слева немного места. Как обычно, справа немного места, чтобы... Примерно это одинаковое расстояние от листа, от края листа. И вот здесь. Мы видим, что у собаки здесь у нас есть немножечко... Видна шея. Ну, это такой же портрет у нас шеи. И далее. Основные моменты. Смотрите. Я буду объяснять, ну так, наиболее просто, да, простыми словами, без всякого ухода в анатомию. Потому что это для нас сейчас лишний, наверное. Как проще всего нарисовать какие-то объекты? Мы смотрим на простые формы. То есть, вот голова собаки, обратите внимание, она похожа на овал. На овал, который лежит горизонтально. Правильно даже называть это эллипс. Предположим, вот так. Далее, уши у нее... Ну, понятно, уши это, как правило, треугольная форма. А вот это вот ухо больше, потому что оно ближе к нам. Вот это вот ухо меньше, потому что оно дальше от нас. Я думаю, вы все уже заметили, что наша собака повернута. Она смотрит в, давайте, в правую сторону. Соответственно, у всех животных, у всех, ну, живых объектов, людей, у них есть ось. Ось это некий центр, от которого мы строим повторяющиеся моменты. То есть, в данном случае это глаза, например. Иными словами, морда собаки симметрична. Правильно? Но, у нас здесь такой ракурс, в котором она не будет, ну, прям, фаст на нас смотреть, не будет в точности симметричной. У нее морда повернута вот в эту сторону. Соответственно, вот сейчас посмотрите, пожалуйста, на референс. Если мы найдем центр этого овала, это не будет нос. Пометьте себе центр. И давайте посмотрим, нос у нас гораздо правее. Давайте вот середину найдем относительно вертикали и середину горизонтальную. И смотрим, нос ниже или выше центра? Ниже и правее. Давайте наметим нос примерно здесь. Это у нас будет отправная точка. То есть, это некая вот константа, это некая постоянная, которую мы нашли. Далее. Предположительно здесь будет у нее рот. Я сейчас нос вообще очень примерно нарисую, то есть, это не его точная форма. Далее. Нос идет вот по такой оси к голове. И здесь все еще правее от центра у нее, у нашей собаки, у нашего терьера ось идет вот здесь. Окей. Так. Не пугайтесь, что у нас пока это не очень похоже на собаку. Сейчас все мы поправим. Далее. Вот здесь вот идет вот такая вот линия, на которую мы будем сажать глаза. Теперь центр нашей морды вот здесь находится. Отсюда. Мы отмеряем равные промежутки до глаза. Приблизительно они будут вот такие, но опять-таки вот этот глаз чуть дальше. Потому что в перспективе вот этот дальше от нас. Соответственно вот этот будет дальше от оси. Рисуем. Здесь у собаки довольно много шерсти, поэтому мы сильно форму поддаваться не будем. И здесь вот отсюда начинаем. В принципе вот этот глаз опять-таки больше. Все что с этой стороны у нас больше, потому что это ближе к нам. По законам воздушной перспективы это будет больше. Ага. Давайте наметим блик в глазу. Здесь и здесь. Давайте поработаем с формой носа теперь. Такая как каплевидная форма. Как капелька. Ну такая вот большая капля. Здесь у животных нос делится пополам. Да честно говоря у людей тоже. Тут мы рисуем ноздрю поменьше. Тут мы рисуем ноздрю побольше. А простите забыли. Очень важная деталь. Конечно в каждом глазу есть зрачок. У терьера глаза карие. Зрачки естественно черные, как у всех собак. Так. Сейчас у нас с вами получается такой мишка, да? Угу. Хорошо. Немножечко давайте наметим характер шерсти терьера, потому что это как раз основное. Это то, что определяет данную породу. Это длина шерсти и то, как она ложится. И форма головы конечно же. Смотрите. Вот здесь вот мы нарисовали такую довольно большую щеку. Но это на самом деле будет шерсть, которая будет ложиться вот так. Вот здесь вот чуть-чуть длиннее. То есть тут практически прямая линия внизу. И вот шерсть достигает этой прямой линии. А тут все идет в сторону. Так. Прорисовывается уже порода. Сильно не давите, пожалуйста, на карандаш, потому что нам будет потом тяжело стереть. Прорисовываем форму шеи теперь. Угу. 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 честно говоря на этом можно и ограничиться и в принципе мы можем начинать цветом давайте обговорим вот какие детали помните я говорила что давайте оговорим вот какие детали помните я говорила что эта работа немного сложнее чем все предыдущие а все вот почему дело в том что здесь дело в том что здесь у нас цвета довольно ограниченные это раз и нам надо будет хорошо старательно подбирать красивую гамму то есть надо будет много замешивать и второй момент второй момент вот какой у нас много много из того что нам надо нарисовать она просто белая как мы помним в акварели мы белый цвет не используем правильно поэтому у нас очень много останется просто бумагой и самое главное это не войти в раж и это не закрасить я по себе знаю по своим ученикам что это довольно непростая задача в том что ты обычно начинаешь работать с цветом и что называется оставку понесло так что давайте мы стараемся с вами этого не делать давайте сотрём ненужные линии вот тут вот мы центр находили он нам точно нужен сейчас ну что ж в принципе мы готовы начинать вот эта вот огромная кисть которую вы сейчас видели давайте познакомлю вас с инвентарем она называется флейт это широкая кисть в данном случае она из щетины она служит нам в акварели для того чтобы заливать водой какие-то большие участки помните мы с вами в предыдущих уроках покрывали водой какие-то участки кистью гораздо быстрее сделать если вам нужно можно быстро залить ладно на самом деле сейчас нам это не нужно поэтому я возвращаюсь к своей любимой вы уже ее помните кисти четверки нейлон четверка мягкая она у меня хорошая с тонким кончиком и я начинаю работать что мы будем делать в начале смотрите какие цвета мы используем давайте определимся с гаммой мы используем в принципе йорк у нас бежево-коричневый правильно я беру коричневый цвет в данном случае у нас будет коричневый теплый вот такой может быть даже мы добавим немножко рыжины давайте начнем с морды помните да мы делаем несколько слоев несколько прописок мы аккуратно обходим нос и весь характер наших движений построен на характере шерсти на том как какую сторону она у йорка растет смотрите от носа это в в данном случае в левую для носовую сторону от носа в правую сторону и шерсть под силой гравитации растет вниз правильно так что поехали просто следите за моими движениями смешиваем коричневый и рыженький и постепенно покрываем морду старайтесь пожалуйста оставлять белые промежутки вот здесь это будет красиво это будет смотреться так как будто на мордочку собаки на шерсть попали блики сейчас он получается такой усатый нянь еще момент не делайте одинаковые штришки где-то давите на одинаковые по ширине я не виду где-то давите сильнее где-то давите поменьше вас будет получаться местами тонкие местами более широкие такие как бы густочки шерсти так здесь мы идем вверх немножко вот возле носа от носа вверх для как бы более короткая шерсть здесь шерсть пошла длинная сбоку тут немножечко они вот так вот в бок идут мы помним да что собака у нас не идеально причёсанная что это все естественно натурально поэтому шерстка так вот в разброс немножечко не очень аккуратно делайте штрихи давайте вокруг глаз положим цвета мы все цвета потом будем еще усиливать мы будем смотреть где тени где полутона у нас может быть поярче все это будет сейчас это первая прописка первая намёточка так вот цвет у меня закончился еще чуть себе поднамешаю так уже хорошо уже ну скажите на йорка похоже правда теперь мы с вами займемся немножечко теневыми местами для этого мы берем фиолетовый вот в моих красках в этих петербургских довольно насыщенный фиолетовый а давайте напомню какие мне краски вот такие ленинград от невской палитры а вот голубой я взяла чуть менее насыщенный смотрите просто вам обязательно надо привыкнуть к своим краскам так и вот этот цвет фиолетово-голубой этот цвет фиолетово-голубой я буду применять для теневых моментов вот сюда я буду вписывать его давайте намочим вот эту вот область возьмите пожалуйста кисть пошире или этой же кистью намочите эту область у меня она просто уже важная помните да я флейтинг тут работала где-то я вот подмешаю коричневый сюда чуть-чуть подзалью эту область шеи синий фиолетово так давайте делаем фиолетовый даже немножко потеплее вот я такого цвета малинового сюда еще капну почему потеплее потому что цвет шерсти то у нас теплый на самом деле ну коричневый цвет правильно и вот здесь таким лиловым я проведу сделаю какие-то теневые моменты и помните да чем больше у нас цветов в работе тем она более живописно тем она более интересно смотрится поэтому не бойтесь не стесняйтесь вот какие-то цвета которые уже использовали между собой намешивать прям добавлять один в другой это никогда не помешает будет только плюс вашей работе вот тут вот более насыщенную интенсивную тень сделаю и не не забывайте что это все шерсть это все должно вот так вот опять приходить в нашу текстурку так слушайте ну здорово я уже я уже чувствую что я довольна результатом я уже чувствую что это похоже на то что я хотела хорошо давайте теперь вот здесь очень сыро получилось она у меня не просохла поэтому я пока сюда сильно детали не буду делать смотрите какой нюанс все детали какие-то тонкие моменты прорисовывается в конце и по сухому собственно поэтому и в конце что нам нужно сухая поверхность давайте сейчас поработаем тогда с глазами берем коричневый цвет напоминаю вам у йорка в корее глаза если кто-то видел другие напишите мне может быть у кого-то живет вверх кстати а а может быть смотрите мы сейчас с вами делаем такие цвета может быть у вас дома живет йорк немножечко другой расцветки да и тогда вы можете нарисовать конкретно своего малыша это вообще было бы круто так вот здесь вот смотрите у йорков на глаза обычно налезать немножко шерсть я вот белую как бы скажу вычленяю так вот белым да то есть получается так мы рисовали прорисовывали шерсть а тут я наоборот вокруг нее делаю тень и получаются белые шерстинки вокруг глаза собаки смотрите у меня сейчас уже почти совсем темно-фиолетовый цвет на кисти и я самые темные моменты на морде собаки дело аккуратными штришками вот тут вот где у нее рот естественно тень самая насыщенная самая темная практически черная носик сделаем ей вот такой вот фиолетово-голубой но вообще он черный это всем понятно правда но черный нос совсем будет смотреть слишком скучно поэтому мы делаем такой теневой просто тон здесь так много я размолву вверх вот то что у меня получилось теперь давайте поработаем с самим зрачком мы берем черный цвет прям истинно черный я проверяю всегда на палитре тот ли цвет и делаем зрачок не забудьте что у нас с вами есть пик который нам нужно оставить 1 и 2 хорошо так же черным цветом мы и делаем ноздри очень много воды на кисть и поэтому я немножко с вот я об салфетку сниму мы делаем вот тут вот ноздра хорошо все еще собачка у нас немножко похоже на медведя так ну что и теперь у нас остаются в общем-то детали самые темные самые насыщенные для того чтобы написать детали мы в живописи не рисуем а пишем да мы мы делаем акценты намешиваем цвета давайте наберем рыжего побольше смешаем с этим коричневым сейчас вот прям самое вообще важное это прорисовывать шерстинки давайте давайте мы вот этим не вернемся опять много воды я немножко сняла вот Животных рисовать не так-то просто, потому что очень много таких моментов, как правильность написания текстуры шерсти, правильность передания самой породы, самого характера собаки, характера взгляда. Поэтому, в принципе, это прямо отдельно большая тема. Я думаю, что у меня будет курс, прямо отдельная живопись животных, но пока мы вот на таком, ну, относительно несложном, давайте говорить так, тренируемся на относительно несложном примере. Хочу цвет потемней. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще характерная особенностью терьера, вообще всех терьеров, и этого, в том числе, является то, что у них шерсть немножечко нападет на глаза. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я бы хотела глаза сделать даже потемнее, вот кромочку сделать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Этот глаз я пока не буду трогать, потому что он еще мокрый, я не могу по нему править. И очень убедительно прошу вас не править, пока акварель еще влажная, можно, потому что напортачить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот я уже смешиваю все цвета, которые у меня есть. на полете, чтобы получился некий промежуточный цвет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот здесь хочется добавить еще яркости. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нам еще с вами важно показать, что вот тут вот над глазом много шерсти нависает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну и в принципе, наш с вами скетчик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты знаешь, что такое скетчик? Это как эскиз. Быстрая работа. Наш с вами скетч практически готов, вот только с глазом, да? Мы хотели тут немножечко... уточнить контур вот так ну что ж наш с вами Йорк готов здесь я оставила место для подписи напоминаю, меня зовут Саша и последний штрих стираем вот эти вот границы ну что ж я, как обычно, жду ваших работ готова давать вам обратную связь готова вам помогать готова отвечать на ваши вопросы и скоро будут стартовать онлайн мастер-классы так что оставайтесь с нами, как говорится ставьте пальчики вверх, подписывайтесь и хорошего вам дня пока-пока